Дышать одним воздухом. Иной раз мы все говорим так. Эта поговорка может быть буквальной. Мы действительно сидим сейчас, дышим все одним воздухом. Однако иносказательно это означает стоять друг за друга, переживать одни и те же события, чувства и мысли. Сегодня мы будем, можно сказать, подышим одним воздухом с таким героем, как Дарья. Героем? Да, действительно героем. Но откуда у него такой героизм? Он понимал, да, часто вспоминал те события, которые как молнии спарывали его спокойствие. Начиная с того времени, когда он был еще безбородуем юноши, от раком вида глубокой седой старости, девиз жизни его был, как было уже сказано, «Иегова мой избавитель». Так считал Давид. Вот источник героизма и мужества. Родник его душевной стойкости, стойкости Давида. В тот день, когда Иегова избавила его от преследований Саула, Давид, можно сказать, сердцем написал уникальную песню. Эта песня, она значится как 18-й псалом. От избытка сердца, говорят уста. И вот от уста Давида изрекли такую замечательную песню. Вот как романтично Давид воспевал Иегову, своего избавителя. 18-я глава, 2-й стих. Мы откроем все вместе и посмотрим, что же здесь написано. 18-я глава, 1-й и 2-й стих. Я люблю тебя, Иегова, сила моя, Иегова моя скала, моя крепость, мой избавитель, мой Бог, моя скала, на Него я полагаюсь. Он мой щит и мой сильный спаситель, мое надежное убежище. Да, дышим от него воздухом. Представляете, какие мощные слова. Скала, крепость, щит. А что это значит? Еще раньше Самуил описывал Иегову, как скала для всего Израиля, для целого народа. Хутес, твердыня. А чем это вообще возмущено? В чем здесь сходство? Например, образ скалы ярко передает образец прочности и незыблемости. Стоит скала, попробуйте ее, да? Куда-нибудь, право-влево. Именно таким убежищем был для Давида наш Бог. И именно таким Иегова стала для нас. Уже если переходить на нашу плоскость. Скала, щит. Кстати, о щите. Щит дает защиту. Даже само слово «защита» из двух слов состоит. За щитом. Так вот, щитом Иегова был для Давида. И, конечно же, стал для нас. В Иегове, как в крепости, мы найдем укрытие. Укрытие в те времена, когда у нас преследование. В те времена, когда болезни. Особенно в дни, стоящие впереди. Во времена Великого Бедствия. Это тоже важно помнить. Иегова наш. Наш избавитель. А Давид помнил еще об одном. О чем? Лейб-мотивом всей жизни Давида был в молитве «Будьте постоянно». Ну, потом эти слова сказал апостол Павел. Ну, что-то приблизительное Давид тоже постоянно говорил. Даже когда Давид сражался с кем-то, он тоже молился к Иегове. Тоже интересен такой момент был. Да, у Давида с Иеговой был диалог. У него был личный опыт. У него был диалог. И Давид говорил, а как же Иегову отвечал? А Иегову отвечал делами. Просто делами. Он обращался к Иегову в молитве, и Иегову отвечал делами. И Иегову как бы часто вытаскивал Давида из глубоких вод. Из глубоких вод. Да, вот, кстати, про глубокие воды здесь еще один отрывок говорит. 18 глава, 16-17 стихи. Тут же мы читаем. 18 глава, 16-17 стихи. Читаем. С высоты он, то есть Иегова, протянул руку и вытащил меня из глубоких вод. Он спас меня от сильного врага, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Иегова из глубоких вод вытащил Давида. А почему? Потому что Давид молился. Глубокие воды. А вообще, что такое глубокие воды? Это его личные проблемы, его страхи, переживания. Глубокие воды. А какая самая глубокая вода на нашей планете Земля? Самая глубокая. Ну, это Марианская депрессия еще называют. Марианская вода, 11 километров. 11 тысяч метров, даже больше, 11 тысяч метров.